Референсы с удовлетворяющей требованиям издательств. Вот про эту тему мы сегодня с вами и поговорим. Ну, одно из требований к публикациям – это наличие двух списков литературы к научным публикациям, научных изданиях, индексируемых особенно в международных базах данных. Это наличие русскоязычной части, которая называется по-разному в разных изданиях либо список библиографии, библиография, пристатейная библиография и список литературы. И вторая часть – это референсы, англоязычная. Вот скорее про вторую мы сегодня и поговорим. Про первую мы говорили достаточно много на предыдущих вебинарах, хотя, может быть, напрямую не указывали, но, тем не менее, те правила, которые регулируются ГОСТами 2018-2008, они относятся к оформлению ссылок, к оформлению пристатейных списков и списков литературы, они относятся и к русскоязычной части списков для наших публикаций. А вот референсы немножко посложнее. Но такое наличие пристатейных списков в двух вариациях – в русском и романском алфавите на латине «ц» – это одно из требований к журналам, которые желают попасть в различные международные базы данных, в том числе и скопус. Поэтому от нас, как от авторов, это тоже требуется со стороны издательства, этому нужно соответствовать. Ну и про важность ссылок и списка много говорить на эту тему мы не будем. И так всем все понятно, что это важно, нужно и необходимо. Ну, во-первых, это некий показатель профессионального кругозора, уровня исследований авторов публикаций, на что, кстати, и коллеги иногда смотрят, обращаясь к тем или иным публикациям, принимая решение, цитировать или нет, смотрят, что на основе чего писалась эта статья, какая литература была использована здесь автором. Ну, это вот такой имиджевый момент тоже присутствует. Ну и ошибки в написаниях могут нивелировать значимость статьи. Это относится как к референсис, так и к русскоязычной части. Вообще представление российских источников в списках литературы в референсис это представляет иногда отдельную такую проблему. Для некоторых следователей и авторов это становится такой сложной достаточно проблемой. Дело в том, что при статейной списке в российских публикациях могут содержать большое число анонимных публикаций. Анонимных имеется в виду описанных под заглавием, не авторских. А в зарубежных публикациях, например, если посмотрите социального, экономического профиля, гуманитарных профилей, ссылки на какие-то неопубликованные документы, официальные источники, законодательные акты, встречи достаточно сложные, и их не так уж и много. А мы, согласитесь, любим иногда это в списки вставлять и в больших количествах. Даже на какие-то статистические данные, взятые пусть с официальных сайтов, данные исследований, тоже не приветствуются. Мы с этим сталкивались, когда подавали статьи в Скупсовские издания. Нас просили либо вынести в примечание, в общем, убрать из списка. И слишком много электронных ресурсов тоже в списке литературы не приветствуются. Ну, имеется в виду ссылки на какие-то, пускай даже официальные сайты, базы данных и прочее. Ну, это зависит, конечно же, от специфики. У нас вот специфика была как раз гуманитарного и экономического профиля. Вот с этим мы сталкивались точно. А в наших публикациях мы с этим сплошь и рядом. И, ну, даже в курсовых работах, да, может быть, привычка идет от курсовых работ, когда из 30 источников 10 за ссылки на федеральные законы, которые один раз одним названием упоминаются где-то в видении. Но все равно мы в список это вставляем. Вот со статьями в научные издания в международных баз данных это не приветствуется. Поэтому сразу, сразу имейте в виду. И чаще всего в своих требованиях на сайтах издательства это сразу указывает. Какие, кому отдается преимущество, а что лучше не использовать. Ну, если уж пришлось, то пришлось, но не делает на этом акцента и не в таком количестве. И могут попросить вынести в примечание. И в статьях большинства журналов по управлению, например, экономики, практически, ну, не всегда можно встретить ссылки на статьи российских и зарубежных авторов. Старайтесь это делать. В некоторых изданиях даже есть вот такое требование, включают ссылки на авторов на статьи этого издания. Но там тоже есть определенное количество, которое разрешается. Не более 30%, например. Или не более 40%. Или по количеству статей. То есть эти моменты могут оговариваться. Поэтому внимательно смотрим сам текст требований. И вот так вот. По особенностям оформления. Это вот так, общая вступительная часть. По количеству работ смотрим обязательно. И смотрим, что приветствуется, что нет. И про особенности для референсис. В каждом издании, в зависимости от того, на каком международном стиле они основаны, были ли там переработки в правилах, либо они взяли вот тот стандарт, который международный, который существует целиком и полностью, но могут отличаться разные моменты, могут быть разные нюансы в правилах. Но вот особенности такие типовые, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, это использование курсива вместо некоторых знаков предписанной пунктуации, к которым мы привыкли в российских ГОСТах. Вот здесь некоторые знаки не используются. Чуть попозже я вам покажу, какие. И вместо них, ну как-то же надо отделять название журнала от издательства, издательство от названия статьи. Используется курсив. И преимущество для наполнения списка также указывается в требованиях изданий. Вот где-то посмотрели мы, около 10, наверное, разных требований на разных сайтах научных изданий, которые индексируются в скопус. Вот примерно вот такая, 4 основных момента, они здесь у нас представлены на слайде. В основном это периодические журналы, научные журналы, это сборники статей, сборники научных трудов, материалы конференций. Вот это то, чему отдается преимущество и что приветствуется при принятии статьи, при рассмотрении возможности ее публикации в научных изданиях. Ну так в порядке убывания. Вот это вот имейте в виду. Ну а дальше уже в тексте самих требований смотрите внимательно, какие есть еще ограничения, например, на использование других видов источников. Еще по особенностям. При оформлении ссылок к публикациям вносим в заголовок всех авторов, не ограничиваясь. Авторы у нас идут все, которые представлены, но если их слишком много, то тогда допускается сокращение и другие, и после какого количества авторов допустимо писать вот этот аналог русского и другие, в требованиях изданий опять же оговаривается. В одном журнале было написано, если авторов больше шести, шесть указываем и тогда ставим, и другие, в другом было более восьми, то есть надо обращать на это внимание. Но записываем также, как правило, похоже на правила российского ГОСТа по ссылкам записываем всех. Одного, двух, трех, всех всегда записываем. Заглавие статьи, ну, потому что, поэтому и стараются не брать 24 автора в соавторы, потому что кто-то у нас попадет в эти и другие, и потом только привязывая статью через идентификатор Орхит, на Орхит привязываем, мы доказываем, что мы здесь тоже принимали участие, это тоже наша статья. Поэтому, ну, вот стараются где-то 6-8 человек, не более того, в соавторы. Но если их в этих пределах, то указываем всех. Заглавие статьи должно быть понятно зарубежным коллегам, поэтому здесь приводится чаще всего, не ограничивается только транслитерация, но обязательно перевод на, ну, чаще всего английский язык. И если вы пишете статью в зарубежные издания, ну, заранее подумайте об ее названии, чтобы в англоязычном варианте она звучала приемлемо, интересно, и вызывало бы желание прочитать статью и ее процитировать. По крайней мере, было бы понятно, о чем мы здесь пишем, именно для зарубежных коллег. И в списке ссылок, ссылки чаще всего оформляются затекстовым. Помните вид ссылок, да? Внутритекстовые, подстрочные затекстовые. Вот чаще всего идет использование затекстовых ссылок и в номере, номер источника в списке повторяется только один раз. Ну, это связано, скорее всего, с требованием количества источников, так легче считать. В самом тексте мы отсылку можем ставить несколько раз, а вот в списке источников этот источник будет только один раз у нас фигурировать. Исключение, вот сразу про затекстовые ссылки есть несколько международных стилей оформления. Например, в Ванкувер, там идет оформление подстрочными ссылками. Вот это еще один пункт, на который следует сразу обращать внимание, работая с требованиями издательств. Это может быть и оформление подстрочными ссылками тоже. ГОСТ-2008 по оформлению российских ссылок при оформлении референсис не используется. И вот это тоже важно. Помните, он только для русскоязычной части. Если иное, не оговорено в требованиях. Может быть и ГОСТ-2018 или ГОСТ-2003. И некоторые знаки предписанной пунктуации в референсис тоже не используются. Какие знаки точно не используются? Это дабл-слэш, вот тот, который отделяет составную часть ресурса, саму статью и информацию о статье, от названия журнала, сборника, идентифицирующего документа и сведений, относящихся к нему. Вот этот знак в референсис не используется. Не используется тире. Ну, при ссылках мы привыкли, что можем заменять точку тире на точку. Здесь тоже тире не используется. И не используется обозначение материала в квадратных скобках электронный ресурс. Это не пишется. В русскоязычной части в требованиях может быть еще присутствовать, ну, там, где связано с ГОСТом-2003. Пока еще это может присутствовать. В англоязычной, в референсис этого не будет. И не всегда ставится, и часто не ставится, запятая между фамилией и инициалами авторов. После инициалов, отделяя одного автора от другого, да, а вот как у нас, да, часто любимый вопрос в чате, а после фамилии запятую ставим, вот на это обращайте внимание, чаще всего в референсис это не ставится, знак не используется. По русскоязычным источникам в референсис. Вот это вот самая, наверное, больная головная боль. Русскоязычные источники, как правильно оформить в референсис. Для русскоязычных источников могут быть разные требования, но есть и такие типовые структуры, которые структуры самого описания, что требуется, конечно, они могут отличаться в некоторых изданиях, прямо с требованием к структуре, там расписано гораздо больше. Но вот основные как бы три типа могут встретиться. Авторы приводятся в транслитерации, название статьи в переводе на английский язык и название статьи в транслитерированном варианте, причем здесь тоже могут быть разные варианты. Либо вот так, как написано здесь, приводится перевод на английский язык обычным шрифтом или курсивом, и в квадратных скобках приводится транслитерация названия статьи. А может быть и наоборот. Поэтому здесь надо смотреть, по какому международному стилю идет описание и каково требование в данном издании. Ну вот и перевод, и транслитерация могут спрашиваться. Название источника приводится в транслитерации, выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только цифры. Иногда ставится обозначение страниц page или pp, если у нас идет погинация, а иногда они просто не ставятся. В Ванкувере, по-моему, не ставится, там просто идет цифра страницы и все. Второй вариант, да, и вот здесь с названием источника тоже могут быть варианты. В транслитерации, а может даваться и параллельное заглавие на английском языке, или требоваться перевод на английский язык, но чаще всего требует, если имеется англоязычная версия этого журнала, приводить еще и ее, то есть и транслитерация, и официальный перевод на английский язык. Второй вариант, который может нам здесь встречаться. Авторы всегда идут в транслитерации, нигде их не переводим, пожалуйста, не переводите фамилии авторов, только в транслитерации. Перевод статьи на английский язык, название источника и указания, выходные данные, похоже на первую структуру, но в конце еще указывается указание на язык статьи в круглых скобках. Если мы в референсис включаем англоязычный источник, мы здесь не пишем, иногда это опускают эти сведения, а вот если это на ином языке, русский, французский, испанский, итальянский, мы это все используем, вот здесь язык статьи источника указывается. И третий вариант, такой тоже сокращенный, совсем-совсем сокращенный, может тоже встречаться, автор, название источника, все это в транслитерации, выходные данные на английском языке, и указания на язык статьи на английском языке. Это вот такие типовые схемы, с которыми мы можем сталкиваться. Вот первая, наверное, такая самая расширенная, но и чаще всего встречаемая. Поэтому к этому надо быть просто готовым. И вот эти, что где приводится, где транслитерация, где перевод, делайте, когда пишете статью, собираете источники. Во-первых, это лучше делать с самого начала, посмотрев требованиях издания, что они требуют, в каком элементе, в какой области, где транслитерируем, где делаем перевод. Лучше это делать сразу, чтобы потом в этом объеме нам не потеряться. И хорошо сделать вот такую вот шпаргалку, прямо для себя, выписать структуру в конкретное издание. А если вы еще параллельно несколько статей пишете, а в разных изданиях еще разные требования, чтобы не заблудиться, вот такие шпаргалки хорошо себе сделать, чтобы понимать, где чего быстрее ориентироваться, где чего от нас требуется. Ну, вот такой пример описания источника, русскоязычного источника в референсис, где вот эти вот особенности и требования, структура, которую мы рассмотрели в самом начале, они выполнены. Да, ну вот разными цветами, я вам просто разные элементы, которые мы только что смотрели, постаралась выделить, чтобы сразу было видно. Кстати, с цветами тоже очень удобно работать. Вот он у нас идет, заголовок. Вот они все наши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть авторов. Всех мы указали. Дальше идет название статьи. Дальше у нас идет в курсивом, что за источник, откуда мы это взяли. В квадратных скобках, как было указано в требовании издания, указать перевод. Здесь мы привели транслитерацию источника. Здесь мы привели его перевод на английский язык. Дальше выходные данные. Место издания, год и страницы. И указания на русском языке. Вот примерно вот так может выглядеть описание русскоязычного источника для референсис. Но обязательно, когда его составляем, все равно еще раз проверяем по тем требованиям данного конкретного издания. Вот это вот прям запомнить навсегда. Для нас приоритет – это то, что написано на сайте издательства, этого научного журнала. Или то, что вам прислали на электронную почту в качестве методических материалов, информационного письма, требований отдельных, по-разному. Вот это первостепенно. Самая неприятная попалась мне как-то классификация различных типов авторов в научных изданиях, которые составляли сами работники научных изданий, я так понимаю. И вот там один из таких типов – это как же они его назвали? Не помню название. То ли всезнайка, то ли стандартизатор. Вот как-то очень интересно называлось. Это человек, который приходит, потрясая кучей ГОСТов и различных стандартов отечественных и зарубежных, и начинает говорить, что в журнале неправильно делается оформление библиографического описания. Коллеги, вот это вот, пожалуйста, не делайте. Могут быть расхождения. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы смотрите, что… А вот вроде бы оформление требования по гарвардскому стилю, но в том руководстве гарвардского стиля, которое вы нашли, которое есть у вас написано, немножко по-другому есть расхождение, ставится не точка, а запятая, или ставится вместо значка «энд», пишется словом «энд», или еще какие-то расхождения вы находите, или что-то пишется курсивом, что-то пишется обычным шрифтом, а от вас требует наоборот, пожалуйста, вот здесь не надо бежать сразу, качать права и доказывать редакторам, что они работают неправильно. Просто очень корректно, если возникают вопросы, соберите эти все вопросы, хотя бы несколько вопросов в письмо, и очень корректно просто задайте вопрос. Правильно ли я понял, что? Можно указывать вот так. А могу ли я указать в описании вот так? Будет ли это нарушением, не будет ли это нарушением? Всякое бывает, и человеческий фактор тоже есть, и можно ошибиться, и могли при печати потерять какой-то знак, и так оно ушло. А может быть, это стиль в этом издании основанный на каком-то международном стиле, но с изменениями, потому что приходится адаптировать под русскоязычные наши источники, и вот этот, особенно формат автор дата. Поэтому изменения могут быть, но если этот журнал индексируется, и особенно не первый год в международной базе данных, там же к ним тоже очень жестко относятся, и все это тоже перепроверяется неоднократно. Поэтому, наверное, это все было выверено и согласованно. Поэтому просто очень корректно спросите, правильно ли я понял, чтобы понять, что... Да, вот. И делайте так, как вам ответит издательство. Но для себя имейте в виду, потому что в другом издании, которое ориентируется и основывает свои требования на том же, например, стиле, тоже могут быть вот такие свои нюансы. Поэтому классические учебники, классические стандарты, методички по международным стилям хорошо бы иметь, да, ориентироваться на них, тем более там можно найти описание каких-то источников, которые не учтены в требованиях издания, особенно электронные источники. Но всегда ориентируемся вот на требования издания. Елена Викторовна у нас пишет, что еще использовала вариант в последних статьях издания, смотрела оформление. Да, у них тоже меняются правила и делала точно так же сразу. Да, тоже как вариант можно и нужно. Обязательно открывайте, особенно архив номеров, последние номера смотрите, как там оформлялось, и смотрите по аналогии. Что-то могло измениться, но в требования еще могло не попасть. Ну, хотя там тоже, Елена Викторовна, могут быть какие-то неточности вкрадываться, поэтому последний номер, само требование издания, их образцы и стандарты, методички для работы с данным, с данным стилем международным. Да, вот это вот смотрим. Вот это все должно быть под рукой, поэтому на оформление сразу выделяйте достаточно много времени. Но на самом деле это несложно. Если вы поймаете вот эту вот структуру, что зачем идет и где чего требуется, потом уже оформлять гораздо, гораздо остальные источники гораздо легче. Еще про особенности. Полностью список русскоязычной части, вернее, русскоязычная часть библиографии повторяется полностью ровно так же. Место издания пишется полностью на английском языке. И по поводу Санкт-Петербург смотрите тоже. В разных изданиях есть разные требования. Где-то пишем полностью, сокращения не допускаются, где-то сокращения допускаются. Вот этот момент тоже обращайте внимание, как требует в этом издании писать название городов. Издательство транслитерируется, и при необходимости добавляется еще паблишер. Пабл с сокращением. Издательство такое-то. И обязательно указываются страницы. Но, опять же, за исключением тех стилей, где они не предусмотрены. Для диапазона страниц и для количества страниц указывается вот так. И, соответственно, вот так у нас и идет. Для транслитерации используйте те онлайн-ресурсы и ту систему, о которой говорится в требованиях конкретного издательства. Не свои, не любимые, которыми мы привыкли пользоваться, а именно то и так, как написано на страницах требований. Чаще всего в изданиях, опять же, самый любимый транслитератор, который они приводят, это транслит.ру. Если совпало, то хорошо. Иногда добавляют какие-то свои транслитераторы, тогда пользуемся ими, не транслитом, а тем, что написано в требованиях издания. Но здесь тоже не все так просто. Транслитом пользовались, наверное, все, вставили, получили и отправили работать дальше. Но обратите внимание вот здесь. Выберите правильный стандарт, правильную систему, правильный стандарт для транслитерации. Их может быть несколько, и они отличаются написанием некоторых букв. Поэтому здесь могут быть расхождения в полученном результате, а, соответственно, это может сказаться потом, особенно если это попадается в фамилии, то это может сказаться потом, что статью просто могут потерять, может потеряться в массиве или приписаться не тому автору. Фамилия по-другому будет звучать. Поэтому обращайте внимание, какая система у вас стоит. Вот, например, в требованиях к научным изданиям университета дружбы народов, у них вот BSI. Могут быть и другие. Какие системы вообще бывают? Есть простая система, есть Конгресс США, библиотеки Конгресс США часто используются, есть система Госдепа, и есть, например, еще вот такая вот Board Geographic. Вот это вот три, только три системы из того количества, которое, в принципе, и есть. Там их гораздо больше может быть, поэтому смотрите, по какой вам надо проводить транслитерацию, и ее сюда из списка выбирайте и вставляйте. Если что-то особое, не входящее, чего нет в транслите, ну, как правило, предлагают другой ресурс, тогда пользуемся другим ресурсом. Ну, и вот вам, пожалуйста, разница в написании букв, как они пишутся, где опускается, где как заменяется, различия. Вот это вот в разных системах будет звучать по-разному. Поэтому на это тоже обращайте внимание, каким транслитераторам рекомендуется пользоваться. И пример требований к описанию источников references. Вот привожу вам, как примерно может выглядеть, например, да, некоторые издания, они прямо публикуют структуру описания русскоязычных источников, потому что это, наверное, самая больная боль, большая проблема для составления references. И вот такой вот формат, если есть на сайте, очень хорошо, берите его себе. Если нет, и идет просто сплошным текстом, ну, выберите, составьте себе такую шпаргалку, и, как правило, приводится еще пример, как должно выглядеть описание. Ну, уважающие себя издания, в общем-то, это чаще всего и делают. И по поводу транслитерации еще запомните, в зарубежных базах данных простая транслитерация заглавия статьи без ее перевода нежелательно. Перевод потом обязательно нужно будет сделать, не забудьте еще и про это. И вот такие вот схемы описаний одного из изданий, это очень хорошая подсказка для автора на разные типы источников. Если вы в этом журнале публикуетесь достаточно часто, можно себе такую шпаргалку сделать просто отдельно, и потом ей удобнее пользоваться. Да, ну, и изменения какие-то в требованиях, вносить удобнее, чем каждый раз открывать сайт издания. И международные стили оформления. Вот 8 наиболее часто встречающихся, я их вам здесь привожу. По-моему, там гиперссылка из презентации должна быть активна. Ну, по крайней мере, во втором слайде, дальше в презентации он будет, там она будет активна. Разные, разные стили. Чаще всего встречается гарвардский, чаще всего встречается APA, формат автор дата, MLA достаточно часто у них хорошо проработан у MLA и APA хорошо проработана в генераторах и в методичках описания электронных ресурсов. Вот это у них то, о чем мы говорили на прошлом вебинаре, да, разные электронные письма, отчеты, статьи в блогах, даже несколько видов видеозаписей, там есть на DVD, не на DVD, из YouTube, размещенные на сайте, фильмы и разные разновидности на видеороликах. Вот у них очень хорошо это прописано. И вот эти 8 стилей это то, с чем мы чаще всего имеем дело при оформлении референсов. Примеры на каждый стиль по одной книге и по одной статье я их вам сюда привожу. Это примеры, который у нас уже давно-давно существует, но когда мы составляем наши описания к референсис, мы можем столкнуться с тем, что это только примерный вариант, да, поэтому можно проследить структуру, что за чем располагается, где выделяется курсивом, что выделяется курсивом и количество, как указывается количество страниц. Вот IPA, например, просто на указание идет на статью, на странице, а в гарвардском стиле ставится еще обозначение page, да, номера, а не просто номера страниц, не просто погинация. Ну, вот разные, разные варианты, но все равно мы сверяемся с тем, что требует издательство, потому что могут быть и расхождения. Вот одно из издательств. Прямо на сайте у них написано, что оформление делается в формате, приближенном к стандартам скупус по стандарту Гарвард, то есть за основу взят гарвардский стиль и на его основе он немножко доработан и применяется к описанию источников. Ну, вот посмотрим, как здесь, да, вот наш пример, который у нас был на предыдущем слайде и что здесь. Вот посмотрите сразу можно увидеть, да, здесь значок and, как and, а вот в этом издании они просят писать словом and. Вот так они решили. Ну, хорошо, окей, издание индексируется в скопус, хорошо, мы заменим значок and на and. И вот дальше просто желательно смотреть, да, где соотносится, где не соотносится и вот еще написание, название статьи в переводе курсивом, да, в переводе а здесь просится как в транскрипции, курсивом и перевод дается в квадратных скобках обычным шрифтом после транслитерации. Вот уже добавилось еще одно небольшое изменение. И название издательства, место издания, страна, да, указание на то, что на язык здесь в этом издании, например, не было, можем не писать. Вот такой формат. Смотрите, и тут, и тут гарвардский стиль, и тут, и тут формат записи автор дата, но вот есть некоторые расхождения. Поэтому, когда вы составили свой вариант описания для референсов, обязательно сохраните с теми образцами, которые приведены в требованиях издания, потому что иначе у вас будут расхождения. сторонние источники стандарта смотреть можно, примеры, образцы ориентироваться можно, потому что в принципе они хотя бы вам дадут представление о структуре, что за чем идет. Вот еще один пример, тоже я вам шрифтами разные области здесь выделяю. А вот здесь требуется стиль Ванкувер, три автора, значок энд используется и уже не словом, а значком пишем и вот таким вот образом у нас указывается название издания, год, номер, причем номер обратите внимание чаще всего требуется и указывать и текущий номер, и номер по-разному указывается, да, текущий, не текущий, тома, различные, том, номер, выпуск, то есть вот на это тоже обращайте внимание, в требованиях к изданию будет написано как это правильно указывать, где ставить скобки, где писать номер, где писать том. Статья из электронного журнала тоже по Ванкуверу, вот пожалуйста у нас вот обозначение том, номер, а дальше идет available at, это пишется вместо режима доступа или URL, они не используются, они не пишутся при составлении референсы, чаще всего просят указать вот эту аббревиатуру, аналог режима доступа. И дальше адресная строка и XS 7 февраля 2018 года, наша любимая дата обращения. Структура очень похожа на разных стилей описания международных, они очень похожи на наши родные структуры для библиографических ссылок и описаний. Отличаются только естественными названиями, но практически аналогично. А вот это вот для материалов конференции. На сами материалы или на статью этих материалов, здесь идет на статью, на обзор, по-моему. Название конференции вот здесь требуется в скобках не квадратных, а в круглых, но вот такое требование было, опять же, в издании, куда отдавалась статья на публикацию, привести в круглых скобках, но это по стилю Ванкувер. Дальше указывается место издания, год и страница, либо количество страниц, либо страниц по генации расположения этой статьи. Вот еще по EPA, это тоже формат автор-дата, так же, как и гарвардский стиль, авторы дата ставится сюда, поэтому вот это тоже тот момент, на который стоит обращать внимание, если у вас формат EPA и гарвард, формат автор-дата, дата ставится после автора, и с этим возникают большие сложности с описанием, вот то, что я говорила в самом начале, почему не приветствуются так называемые анонимные источники, описываемые под заглавием, а авторов-то нет, и как начинать с даты, ну, это же совсем некорректно, значит, дорабатываются требования изданий к нашим журналам, входящим в международные базы, и вносятся поправки, изменяются местоположением вот этого, вот этой позиции, даты, либо после названия ставится, либо куда-то еще, да, как поставят, поэтому вот на это тоже обращайте внимание, если у вас все-таки будут источники описываемые под заглавием, но с другой стороны, а монография, да, коллективная, как ее, это же научная работа, это же не просто какой-то анонимный материал, вот это обязательно в требованиях к изданию будет оговариваться, куда ставить в этом случае дату. И еще один пример требований к оформлению референсис, стиль, основанный на гарвардском, ну, это из журнала высшее образование в России, вот обратите внимание, транслитерация и официальное англоязычное название журнала, они написаны прямо на самом сайте, они указаны и на карточке журнала в e-library, поэтому обязательно прежде чем русскоязычные журналы просто транслитерировать, откройте, посмотрите сам журнал, сайт журнала, посмотрите карточку в ринце в e-library, нет ли у него англоязычной версии и нет ли у него официального англоязычного названия, если есть, его записываем, записывается вот так, через знак равно, правило параллельного заглавия, напишем в транскрипт, в транслитерации и пишем то официальное название, которое принято, сами не переводите, если у журнала нет англоязычного названия, значит оставляем просто транслитерацию. И вот тоже требования, которые приводятся к общей такие требования к оформлению референсис в журнале, например, высшее образование в России. англоязычный и русскоязычный источник, куда ставить, если статья обладает ДОИ, оба примера я вам сюда тоже привожу, потом в презентации можно будет посмотреть, еще раз разобрать, это вот как раз для высшего образования в России, как требовалось оформлять у них. Вот посмотрите, к языковым требованиям здесь добавляется еще упоминание, что статья на русском языке, а вот аннотация к статье написана на английском. Это тоже иногда требует дописывать вот сюда в язык. Вот в этом журнале это требовалось, это нужно было указать. Для англоязычных источников мы этого не пишем, но если статья на другом языке, тогда да, тогда указываем. Автор, дата, название и вот вам, пожалуйста, идет перевод. статья в транскрипции, в транскрипции, в транслитерации и вот так вот оформляется параллельное английское название. Номер, на каких страницах расположено и ДОИ. Здесь то же самое. Для статьи из ДОИ указывается вот так, после страниц, вот это вот оформление англоязычного источника. автор год, заглавие, название журнала, том, номер и дальше количество страниц и ДОИ. Для статей из ДОИ оформление очень хорошо, очень хорошо, легко и просто делается и затем легко их искать по самому номеру. и вот еще один пример требований к оформлению по стандарту приближенному, основанному на Гарвард, приближенному к стандартам скопуса вместе со схемами. Пример и схема для описания, для книги или собрания сочинений. Еще один пример это статья из журнала, как это может выглядеть, такой общий пример. Я их вам сюда собрала на слайде, можно потом будет забрать из презентации и использовать в своей работе, ну и если какие-то коррективы вносить сюда проще, наверное, и легче будет внести. И электронные ресурсы. Электронные ресурсы оформляются точно так же, как для печатных источников, но дополняются еще элементы, как мы с вами увидели, уникальные для электронных ресурсов. Вот это вот Available at полный электронный адрес или ДОИ и дата обращения в формате день, месяц, год, знакомые нам. Просто добавляет слово EXT. И вот еще материалы конференции. Я их вам сюда тоже собрала, старалась для русскоязычных источников. Англоязычные могли где-то попасть, но я вам старалась собрать самый больной вопрос, как русскоязычные источники представить, например, в том же самом гарвардском стиле, как провести транслитерацию и чего где перевести. Вот примеры я вам сюда дала. Можно забирать и пользоваться. Еще очень хорошая вещь, которая есть на некоторых издательствах. Это такая помощь в оформлении работ. Например, на сайте одного издания они, помимо того, что можете отправить статью и опубликовать форму по дате онлайн, есть еще краткий перечень к оформлению статей и есть еще вот такой хороший помощник. вот оно внизу, помощник оформления библиографических ссылок. Сразу открывая сайт журнала, посмотрите, нет ли такой хорошей штуки. Это значительно облегчает создание библиографических ссылок. Не всегда они есть. В некоторых изданиях могут быть для референсиса, может быть и для русскоязычной части, а может быть и для того и для другого. Если мы воспользуемся этим маленьким генератором, это генератор, но имейте в виду, если это на сайте издательства и это только для этого издательства, это вот для него, для других статей в другие издания он может не сработать, там могут быть свои правила, поэтому очень внимательно смотрите. Книга, статьи, журналы, сборники, интернет-ресурсы, в принципе, все, что нам надо, здесь есть. Ну и дальше пошел обычный генератор. Заполнение полей, мы вводим сюда данные для русскоязычной части, вот мы его получили. В конце он нам выдает такой результат, можно скопировать и сразу поставить себе статью. И он будет уже соответствовать, есть пробел, нет пробела, окей. Вот как издательство, знаки сами расставляются этим генератором, значит, так принято в этом издательстве. Вот в чем еще плюс у таких помощников генераторов, если они есть. Мы просто поставили, все сделали, это соответствует требованиям этого издания. Ну и вот для интернет-ресурсов то же самое, мы можем ввести с головок статьи или веб-страницы, название сайта, ссылку на документы за адресные строки и он сам нам выдаст. Ну вот для референсис, это не для референсис, потому что у нас здесь есть две косые черты, они там не пройдут, но для русскоязычной части мы хотя бы здесь можем сэкономить время и сделать правильное описание, на основе которых потом просто проведем транслитерацию и под нужный стиль мы это все выстроим. Тем более, что под каждый имеющийся международный стиль есть свои генераторы и соответственно мы ими тоже можем воспользоваться при формировании наших списков. Ну и основные моменты, которые следует запомнить для оформления статьи для индексируемых зарубежных базов данных, российские ГОСТы для референсиса не действуют, прошу прощения коллеги, может немножко врываться шум, соседи затеяли внеплановый ремонт, это стихийное бедствие, придется немножко потерпеть, приношу свои извинения. И следовать правилам, два основных элемента описания обязательно должны быть оформлены максимально правильно и точно, это авторы и название источника. Если мы даже в остальных допустим какие-то небольшие подрешности, ошибки небольшие, это все можно поправимо, все хорошо, но вот название источника и фамилия автора должны быть выверены в первую очередь и максимально тщательно. Следуем правилам изложенным в требованиях изданий, но ссылками вернее транслитерации ссылки не перегружаем, если это не требуется и в правилах не указано. И обязательно перевод, не забываем про переводку. Ну и придерживаться определенного стиля. И вот это пятое правило сразу берите себе на вооружение, это может значительно упростить и ускорить процесс составления референсиса. Если есть статья в российском журнале, которая имеет переводную версию, статья переводная, чаще всего журнал переводной, лучше давать ссылку на вот эту переводную версию статьи или журнала. Она уже англоязычная, соответственно, там уже оформлено больше по правилам. Нам останется только проверить правильность оформления. Ну и соответствие определенному международному стилю. Еще раз напоминаю, их восемь. Самые часто используемые MLA, APA, Гарвард. Гарвард и APA это формат автор дата. Все остальные по-разному. Да, часто очень начал появляться сейчас Ванкувер, чаще всего версии AMA. И вот это вот ванкуверский стиль, это точно подстрочные ссылки. Оформление идет подстрочными ссылками. И здесь, если есть на наших родных сайтах изданий какие-то генераторы-помощники для русскоязычной части уж точно часто встречаются, то есть генераторы, которые нам и по этим международным стилям оформления тоже могут помочь составить описание. Вот то, что я вам говорила и обещала, краткий такой обзор по сервисам, генераторам и ресурсам. Не для всех стилей есть генераторы, иногда ограничиваются методическими рекомендациями, либо пособиями, либо такие сайты с методическими информационно-инструкционными справочными данными, ориентируясь на которые, ну, как типа наших ГОСТов, ориентируясь на которые мы можем правильно составить описание. Но для основных стилей генераторы, как правило, существует, они делятся на два вида. Есть такие многостилевые или универсальные, где несколько стилей можно, с помощью которых можно создать описание в нескольких стилях, а есть ориентированные на один, максимум два, может быть, стиля, чаще всего один какой-то ведущий, либо вообще только один стиль. Поэтому смотрите, можно воспользоваться и тем, и этим, но если у вас какие-то серьезные вопросы возникают по нюансам оформления, лучше выбрать, если есть отдельный генератор именно по какому-то конкретному стилю, лучше, конечно, воспользоваться им. Ну, а вот эти четыре самых простых, таких универсальных, которые здорово помогают работать, они максимально простые. Ну, вот первый сайдзисформ, здесь гарвардский стиль, APA, MLA, Чикаго, ну, и вот практически AMA, это вот ванкуверский стиль, стиль AMA, ну, вот основные стили, они как раз здесь присутствуют, которые чаще всего, с которыми мы сталкиваемся. При работе с универсальными такими простыми генераторами, первый шаг, который мы делаем, мы выбираем тот стиль, который нам нужен, вторым шагом мы выбираем тип источника. Здесь на первой же странице, как правило, приводится три-четыре интернет-ресурс, книга, журнал и, может быть, еще что-то. Если у нас ни то, ни другое, ни третье, и это не веб-сайт, а у нас какое-то сообщение в соцсетях или письмо из электронной почты, что не приветствуется, но они у нас есть, раздел смотрим больше, выбираем оттуда, там большой список, и дальше просто вставляем в адресную строку и получаем результат. Ну, вот в переводе на русский язык, просто перевела страницу, они все англоязычные, поэтому можно иногда для студентов я рекомендую включать, когда только осваивать, включать перевод страниц с сайта на русский. Веб-сайт, журнал, книга, еще выбираем тип и в первую очередь он ищет среди тех имеющихся описаний, которые есть в его базе. Если их нет, и показывает вам ссылку. Если этого нет, лучше вообще воспользоваться не вот этим автоматическим вводим сюда и ищем, а внизу у него есть вот такая вот вот такая вот дополнение, такая строчка «Цитировать вручную». Вот лучше сделать так. Тогда мы заполняем данные по полям и получаем конкретный результат именно на свое издание. Потому что часто если мы пользуемся просто вот этой строкой ввода, он ищет среди имеющихся уже или похожих изданий, он ищет именно эту книгу. Поэтому лучше воспользоваться сразу вот этим цитировать вручную. И после этого получаем, он нам пишет, по какому стилю мы цитируем и какой источник. И после внизу как правило у этих генераторов есть еще условное обозначение приводится список и приводится вот такой коротенький инструкционный такой чек-лист, ну не чек-лист, коротенькая инструкция, что чем она называется, в какие поля чего вводить. Вот это тоже очень удобно для освоения работы. Второй генератор Citation Machine, они все похожи. Такое ощущение, что вот эти многостилевые генераторы, они вообще часто на одном движке делаются. То есть интерфейс у них похож, хотя внешне они могут и отличаться, но работает практически ощущение дежавю не покидает. Здесь поменьше, здесь всего три стиля, APA, MLA и Chicago, но делает по ним он очень хорошо делает описание. И посмотрите, здесь еще иногда, когда вы пользуетесь генераторами, не ошибитесь, есть, что касается журналов, две разновидности, journal и магазин. Магазин научно-популярный, научные журналы это только journal. Ну и видите, здесь немножко вынесено побольше, да, и газеты, и фильмы, и вот все остальное скрыто вот здесь другое. Тот же самый принцип, либо ищем быстро, вводим данные, получаем, и он ищет среди своих баз данных, либо делаем вручную через заполнение полей. Вот через заполнение полей это выглядит вот так. Фамилии авторов, вот мы их ввели, да, если у нас их несколько, можно дополнять необходимое количество, можно убирать, можно редактировать на этапе ввода информации. Название, он вам все подсказывает, смотрите, вот эти вкладочки, он еще будет уточнять, вы выбираете книгу, а он спрашивает, книга какая, электронная или печатная? А книга электронная имеет печатную версию или не имеет печатной версии? То есть он даже вот эти нюансы пытается здесь учитывать, и поэтому вот эти вкладочки тоже не игнорируйте. И дальше мы просто по полям все заполняем. Внизу под поисковиком сюда не попало, также у него есть инструкция, чего куда вносить, откуда брать из источника, и дальше мы создаем кнопочкой описания. Вот описание, например, на одного автора мы выбрали, создали такую библиографию, мы выбрали стиль MLA, восьмая версия. Вот про версии тоже обращайте внимание, как пишется на сайте или в требованиях издания, по какой версии. И тогда уже смотрим, если в этом генераторе этот стиль в этой версии, либо мы можем создать в другой версии, но потом нам нужно будет ручками это поправить под те требования, которые есть, возможно, какие-то нюансы тоже, точка или запятая, ставится пробел, не ставится пробел. Вот эти мелкие вещи. В основном они так уж кардинально сильно не меняются. Любовь, Хори, платный или к ним свободный доступ? А, коллеги, спасибо, Любовь, за вопрос. Вот то, что я вам показываю, это бесплатно и даже без зарегистрации. Можно зарегистрироваться. Про платные я скажу. Есть платные версии. Я вам показываю то, что мы вот взять и сделать или дать студентам, чтобы они могли с этим поработать. Без всяких плат. Там есть платный контент. В основном это проверка работ, пришлите свою работу, помощи, там различные при написании статей. Да, вот. Вот. Проверьте вашу работу, добавьте инструмент. Вот это может быть частично платный контент. Нам он не нужен, мы говорим только о генераторе, а он бесплатный. В некоторых просят регистрацию, но вот то, что я вам показываю, оно без регистрации работает свободно. Единственное, чего он не делает, он не везде сохраняется список. То есть вот сделали, забрали, скопировали к себе. Сам список здесь они могут не сохранять. То есть вот сейф нажимаем, он говорит, зарегистрируйтесь, например, или там только в платном формате, может быть. Вот это может быть, да. А вот скачать, но вот здесь, например, есть такая вещь. Мы можем сделать несколько описаний сразу, ну, фактически списочек, там, 5-10 описаний, ссылок, прошу прощения, ссылок, и потом закачать весь этот список. Но за одну сессию. Если мы не закрыли, не вышли, не ушли, а вот сели, поработали, сделали списочек, скачали, он списочек нам выдаст. Поэтому вот это, это здесь есть. Можно редактировать, можно выбрать другой стиль, и он вам прямо здесь поменяет в этих данных. Например, выбрали Гарвард, а он вам раз, и всю структуру поменял, поставил год, куда нужно. Вот это тоже очень так интересно, можно поиграть. Вот. И, пожалуйста, вот, создайте новое описание. Это скопировали, забрали, создали новое. Можно много чего с этими генераторами делать. Поэтому не волнуйтесь, нет, это все бесплатно. Еще один простой генератор, EasyBip, тоже очень похож, тоже самое у него. Точно так же он работает. В основном, у него очень хорошо здесь Чикаго и Турабиан. Вот если вдруг столкнетесь со стилями Турабиан или Чикаго, вот EasyBip к вашим услугам, у него здесь очень хорошо, прям, много чего прописано, много возможностей. И обращайте внимание, коллеги, вот еще раз на версии, что в требованиях изданий, какая версия, какой стиль, что они спрашивают, да, потому что если версии будут не совпадать, тогда нам на заметку мы можем сократить время на создание правильной структуры, но уже нюансы будем ручками потом все равно перепроверять. Ну вот с помощью EasyBip мы создали одно из описаний, да, вот он, вообще год, вообще уже в конце, да, это у нас, по-моему, MLAS, мы вообще выбрали супер стиль, да, и вот такой неожиданный, вот у нас, вот, вот у нас вот такое вот описание получилось, вот оно, мелко, я его чуть-чуть, немножко укрупнела. И то же самое здесь можно будет с ним поработать, его можно поредактировать, только осторожно не попадайтесь на вот эти рекламные уловки, которые очень часто в таких бесплатных генераторах всплывают. Проверьте свою работу, пришлите нам ваш текст, мы его выверим и так далее. Вот эти вот рекламные вещи просто очень внимательно обходите стороной, не нажимайте все подряд. Ну, страшно, конечно, не произойдет, но лучше не надо. Еще один генератор из той же серии референсис-генератор. Мне он очень нравился, ну, вот вчера немножко глючило с созданием, с созданием, были небольшие проблемы технические, с созданием описания, не получился один вариант у нас с его помощью сделать, но я надеюсь, что это просто временная трудность. Атак очень хороший, очень удобный, простой, и там здесь тоже можно создавать несколько описаний за раз. Да, на бесплатных генераторах, еще обращайте внимание, вот предыдущие три, там может быть выведен результат и написано, сколько времени осталось, там в секундах, по-моему, на одном из них шло, по-моему, на Citation Machine, идет обратный отсчет, сколько времени осталось до того, как ваше описание исчезнет, не забудьте его скачать или скопировать. Вот на это тоже обращайте внимание, то есть там могут стоять вот такие ограничения по времени, но в бесплатных форматах это есть. Вот этот генератор, выбираем сгенерировать, свободная генерация, по каким стилям он работает, это MLA, это APA, гарвардский, и можно посмотреть другие стиль, по-моему, здесь даже Oxford есть. И дальше, вот что он делает, какие ссылки он оформляет, на какие ресурсы я вам тоже сюда собрала, чтобы было легче сориентироваться, в каких форматах. Ну, Turabian, Chicago, Garvard, MLA, APA, в основном с этими он хорошо работает. А форма у него очень простая, студенты почему-то ее очень любят, даже в колледже у меня ребята пробовали с ним работать, говорят, ой, здорово. У него выбираем также сначала стиль, потом выбираем, ну, имейте в виду, стилей может быть указано больше, но вот в основном с теми, с которыми он хорошо работает, вот они здесь перечислены. Выбираем стиль, выбираем, что мы делаем, но здесь ограниченный набор, здесь только книга, глава из книги, описание журнала, научного журнала, статья из журнала и веб-сайт. Здесь ограниченный набор, какие-то экстравагантные вещи сюда не попадают, вот только можем выбрать то, что есть. А дальше заполняем поля названия автора, он тоже подсказывает, где фамилия, где имя, издательство, для книги, год издания, страницы, вот мы все ввели, и он нам нажимаем ввести, он нам выдает результат. Тут же можно ввести вторую, третью, четвертую книгу, причем каждый раз будет всплывать вот это окошко, то есть мы можем сделать один источник в одном стиле, потом этот же источник в другом стиле, или другой источник в другом стиле, но если вдруг уж так понадобится, это можно здесь сделать. И он достаточно быстро это все генерирует. Ну и потом все естественно, ручками нужно скачать, закачать себе список. Это вот что, но предупреждаю, иногда с генераторами происходят вот такие вещи, он работает вроде бы хорошо, потом заходишь и какой-то вот технический сбой везде и всюду может произойти, поэтому несколько генераторов лучше иметь под рукой, так, чтобы быстро найти им замену. И стильные по стилям, по отдельным стилям гарвардские, EPE, MLA, но такие наиболее часто у нас встречающиеся. И по ванковерскому я вам тоже покажу. Гарвардский стиль, формат автор дата. Вот на них у нас достаточно, достаточно много есть различных генераторов, он и в многостилевые входит, и отдельно, но прямо такого отдельного генератора по гарвардскому стилю встретить достаточно сложно, такой вот единый, универсальный, как у нас был бы, например, генератор по ГОС-2018. Гарвардских стилей, на самом деле, достаточно много, штук 30-40 насчитать можно. За счет того, что каждый университет, который издает научные издания, особенно индексируемые в международных базах, у него есть свои особенности оформления статей по гарвардскому стилю, поэтому нужно очень четко выбирать, чтобы не промахнуться со стилем. Есть подробные рекомендации по составлению пристатейных списков литературы по стандарту Гарвард, референсы стандарт на сайте издательства Emerald, практически для всех видов публикации, вот я вам здесь привела страничку с этого сайта, как она выглядит, но это не в открытом доступе, не в бесплатном вернее доступе, это вещь платная, поэтому вот такая история, бесплатные вещи существуют в виде генераторов, но уже адаптированные к отдельным изданиям. но из бесплатных, чем можно еще воспользоваться и что приближено максимально, что может нам помочь. Вот такой подсказыватель, краткие рекомендации по гарвардскому стилю Йоркского университета, у них в электронном формате это есть и в формате PDF. Так вот, коллеги, вот этот вот его можно скачать, он имеется, я вам сейчас открываю в наших файлах. нашли его на сайте Йоркского университета, можно скачать оттуда ссылочку я вам даю, а можно прямо сейчас забрать из материала сайта, мы его скачали, единственное, что все естественно на английском языке, поэтому здесь либо ручками переводим инструкции на русский, либо ориентируемся на образцы и учим английский язык. Вообще да, вот у них неплохой кстати и свой генератор есть на сайте Йоркского университета, можно посмотреть, там кстати есть и оскола, такой вот нечасто встречаемый международный стиль и оксфордский стиль, они тоже там присутствуют и тоже можно найти образцы и генератор подсказки, как это сделать. Вот такого стопроцентного генератора у них по-гарвардскому нет, есть вот например EasyPro, но там очень хорошие на этом сервисе хорошие вот эти инструкции, то есть мы задаем, что нам надо, он нам выдает инструкцию, по которой мы можем посмотреть вместе с образцами, ну вот примерно как распечатанный вариант в файлах открыла по Гарварду, ну вот примерно так же только в онлайне. Ну вот генератора Йоркского университета можно здесь найти, различные тоже стили у них, которые используются, и гарвардский, только обращайте внимание, что он может отличаться от того, что требуется у вас, опять же, в каких-то нюансах и деталях, но общую структуру и какие-то сложные моменты, где найти образцы того, чего нет на сайте, например, издательства, в их образцах, отсюда можно брать какой-нибудь супер ресурс, да еще так сложно устроенный, вот все это можно посмотреть, например, вот здесь ссылка тоже активна. EPA стиль тоже формата автор дата американской психологической ассоциации, по это уже один из самых, наверное, старых стилей, первое издание, первый вариант вышел аж в 1929 году и с тех пор неоднократно переиздавался, но вот эти, это полное руководство, вот этот учебник, который я вам показываю, это полное руководство по публикации данной ассоциации в данном стиле для всех от редакторов до студентов, поэтому он такой основательный и содержит ценные рекомендации по всем аспектам от авторской этики, от выбора ключевых слов до оформления библиографических списков и референсис. Есть у них на сайте, если открыть и посмотреть, сайт ассоциации, есть и курсы, которые они проводят, но это вещь достаточно дорогая и платная. И все вот эти онлайн-курсы по обучению стилю, курсы по подготовке публикации, они где-то в районе 100 долларов, если не больше, стоят. И они разбиты на маленькие кусочки, поэтому прилично это стоит денег. Но, тем не менее, на сайте есть раздел часто задаваемых вопросов, можно посмотреть там, есть раздаточные материалы, помимо онлайн-курсов можно этим пользоваться. Генератор по стилю IPA тоже есть, есть отдельно, вот это бесплатно, вот это уже бесплатно, им можно воспользоваться, хотя есть регистрация, можно и зарегистрироваться, я вам перевела тоже страницу на русский язык, в англоязычной версии он выглядит ровно так же. Можно зарегистрироваться, войти, можно без регистрации спокойно процитировать источник, вводим, ну, система та же самая, вводим, либо выбираем, здесь уже стиль не выбираем, он один, выбираем, что у нас есть, прочие, если это не статья, не веб-сайт, не книга, и дальше он нам также заполнение полей и выдает результат, по которому мы выбираем. Сервис для, да, и по APA, один из вот этих учебников, такой мануал, я вам тоже сейчас открою в справочных материалах, вот этот предыдущий большой учебник, который был, его можно скачать, он в PDF-файле, и там очень хорошая навигация, как раз по гиперссылкам можно будет смотреть быстро нужные вам фрагменты, ну, вот еще один дополнительный материал забирайте. MLA, по этому стилю есть очень хороший отдельный, даже не генератор, а скорее самоучитель, на сайте ассоциации выбирайте вот это MLA Style, и здесь тоже есть учебное пособие, хендбук, но это платное, он покупается, он, к сожалению, не скачивается, но зато у них есть, да, гиперссылку я вам даю на эту страничку, есть вот такая хорошая штучка, чек-листы, где мы не в онлайне, а ручками заполняем, можно их скачать, можно их использовать в своей работе, и есть хороший гайд, интерактивный онлайн, который обучает составлять описания в этом стиле, посмотрите, очень интересная вещь, очень здорово устроена, чего откуда берется, из какого текста, в какие поля заносится, что должно получиться в конце, какие знаки должны использоваться. Ну, вот ссылку на хендбук я вам даю, посмотрите. И вот он, вот так выглядит вот этот быстрый гайд. Если нажать Get Started, он вас научит, как делать описание, а вот такие вот листы можно оттуда скачать в формате PDF и использовать, например, в каких-то обучающихся целях по работе только с этим стилем. Ну, вот он интересно вообще устроен, вот эта обучающая вещь, зайдите, не поленитесь, посмотрите, очень здорово у них вот эта вот обучающая составляющая сделана. И что еще из сервисов и генераторов, помимо таких отдельных, есть еще библиоменеджеры, но из библиоменеджеров есть, их достаточно много, и Ситери, и Менделей, и кого там только нет, но самый часто, наверное, упоминаемый из Атера, удобная вещь, да, точно так же без регистрации можно воспользоваться не всеми функциями, для того, чтобы он работал как библиотечный менеджер, его нужно установить, а он либо как приложение к Firefox, либо его нужно скачать, либо и так, и так, чтобы работать и локально, и удаленно. Но в свободном доступе, без всякой оплаты и даже без регистрации мы можем составлять библиографические ссылки для наших референсис. У него очень богатый выбор различных стилей, в принципе, работает неплохо, работает тоже хорошо и быстро. Ну, вот, пример, ввели, выбрали стиль, ввели данные, да, и вот он нам выдал на статью, как он и просил, ввести ДОИ, мы вводим ДОИ, и вот он нам выдает результат по статье, все можно забирать, все уже готово, знаки расставлены по нужному нам стилю. Можно редактировать, можно поменять стиль, и также есть ввод по полям вручную, там, можно через ДОИ или ИСБН, вот, обратите внимание, почему мы говорим указывайте ДОИ, указывайте ИСБН в описаниях, потому что вот сюда просто ИСБН или ДОИ загнали, ввели в это поле, и он нам выдает уже, сам ищет всю информацию, которая необходима, собирает и выдает нам результат. Если их нет, тогда вводим ручками. Но, да, ну вот, библиография, ИО нам пишет, по какому стилю, вот он результат, мы можем скопировать, мы можем его забрать себе, мы можем поменять здесь же, например, выбрать другой стиль, и он нам этот же результат его трансформирует в другой стиль для референсис. Ну, вот открываем, выбираем, и обратите внимание, с чем нужно быть осторожными, когда мы работаем с Зотера. Зотера Биб хорошо работает с зарубежными, международными стилями оформления, но, хотя у него в списке есть ГОСТы, перепроверять придется, и перепроверять придется очень-очень серьезно. Вот я вам даже выделила, есть по ГОСТу 2008 аж целых три вариации, и все это российские ГОСТы. Но если мы попробуем сделать описание по российскому ГОСТу, например, 2008, во-первых, ну, вот посмотрите, что он нам выдаст. Да? Совсем, совсем как-то не то, совсем что-то не то, как нам надо было бы. Во-первых, он это все приводит в английской версии, не в русскоязычном, у нас все на английском языке остается, и год у нас вот все элементы перепутались местами. Выбирайте, если вдруг все-таки вы им задумаете пользоваться, выбирайте вот этот вариант из трех вариантов, представленных в Зотера, в каталоге. ГОСТ, намерик, по крайней мере, это хотя бы как-то приближено к формату ссылки. Все остальные с российскими ГОСТами они не очень хорошо дружат. Вот, к сожалению, с зарубежными генераторами вот такая вещь есть. И еще один генератор я вам сейчас показать не успею. Хотела вам показать его вживую. Давайте я вам просто дам ссылочку. посмотрите еще вот это хорошая вещь. MyBip.com Tools. MyBip. Хороший генератор для стиля Vancouver. Вот тот самый стиль, на который не все генераторы, кстати, работают. Вот MyBip очень хорошо работает, но пользуясь этими генераторами для русскоязычных источников, если вдруг вы это захотите сделать, оформить их в определенном международном стиле, помните одну вещь, с русскоязычными источниками они очень работают некорректно. То есть нам нужно сделать самостоятельно транслитерацию, нам нужно сделать самостоятельно перевод, но тогда возникает вопрос, а зачем генератор, если мы фактически уже все сделали, но если только знаки расставить или посмотреть. Вот с русскоязычными источниками требуется подготовительная работа, либо потом придется это все транслитерировать и переводить, но по крайней мере знаки у нас будут расставлены. Они не переводят, они не транслитерируют, и даже если по ДОИ вы ведете ДОИ русскоязычные статьи, он вам выдаст все данные исключительно и только на русском языке. Вот поэтому обращайте внимание, поэтому и говорили, что и пишут кстати в требованиях изданий, если есть англоязычная версия, если есть переводная версия статьи, воспользуйтесь лучше ей. Преимущественно, тогда вот это можно будет с помощью генераторов упростить себе жизнь, иначе мы ее себе только можем усложнить. Ну и в завершении вот такой небольшой обзор у нас сегодня с вами по генераторам, сервисам и ресурсам состоялся. Еще раз напоминаю, не забудьте из вкладки файлы забрать презентацию, я вам все вот эти примеры туда вынесла, то, что сегодня показывала, обзоры, ссылки должны быть активны, все, по крайней мере, вчера они все работали, переход со слайдов, и дополнительные материалы по подсказке по API и гарвардскому стилю, я их вам туда добавила, тоже сейчас прям скачайте пока еще здесь. Ну и в завершении, коллеги, вот такая небольшая табличка, это мы изучали эти сервисы, еще давно начали изучать с нашими студентами, поэтому здесь ГОСТ 2018 пока еще не вошел, пока еще не видели, но по ГОСТу 2003, возможно, коллегам это тоже будет интересно, кто с международным ГОСТом еще работает библиографическое отписание. Ну вот такой вот небольшой обзор мы начали делать, сравнение генераторов и библиоменеджеров, не все сюда вошли, даже не все из тех, которые мы сегодня рассматривали, но есть куда развиваться, есть что дополнить. Вот такую табличку я вам тоже даю, плюс-минус это значит чего больше, больше да, меньше нет, либо больше нет, меньше да. Ну вот так вот мы вкратце примерное сравнение составили для того, чтобы быстро можно было выбрать нужный инструмент в нужном случае, в нужной ситуации. Но расширить, дополнить, переработать конечно можно, но вот такой вам небольшой подарок в завершение нашей сегодняшней встречи. И коллеги, вот пожалуйста используйте все, что мы сегодня с вами разобрали, все, что мы с вами сегодня посмотрели. Конечно, все-все посмотреть было невозможно, но хотя бы самые основные моменты, на что обращать внимание, где могут скрываться подводные камни и с помощью чего мы их можем обходить. спасибо за то, что были сегодня, спасибо за внимание, всем хорошего настроения, справочность Елена Викторовна, спасибо большое за теплые слова. Если будут какие-то вопросы по генераторам, по отдельным стилям, по сервисам, где найти подсказки, не забывайте пожалуйста писать, потому что это конечно же не все, есть еще масса различных инструментов, просто в один вебинар мы это все уложить с вами не сможем, но поделиться всегда найдем чем. Поэтому можно писать и в группу на фейсбуке, можно писать и в личку, можете найти меня на фейсбуке и я вам с вами на вебинаре или так поделюсь всем, всем, чего у нас тоже есть. Так, и сейчас я посмотрю, ага, вижу вопрос, Ирина Стуколова, для каких форматов MyBip? MyBip это генератор для нескольких форматов, он такой мультиформатный, универсальный, там у него около девяти различных стилей, ACS, AMA, Ванкувер вот этот вот, Чикаго, Гарвардский, APA, MLA, Турабиан и инженерный, инженерная ассоциация, там где-то около девяти стилей, если по ссылке перейдете, можно будет внизу прям пролистнуть и в самом низу, у него как бы в подвале есть название Tools, раздел, и там прям написано, с какими стилями он работает и прям оттуда можно перейти уже на работу с этим стилем. И есть у него еще гайд по APA, тоже можно будет посмотреть, но вот многие гайды, они на сайтах, даже если дается ссылка с сайта самого издательства, например, с этим столкнулась, рекомендуется использовать стиль Vancouver в формате AMA 11 версия и дается гиперссылка на страницу этого формата, этого стиля, где о нем рассказывается эта ассоциация, но когда переходишь, там, значит, говорится, что для того, чтобы, да, он учебник показывает, но почитать не дает, для того, чтобы надо зарегистрироваться, то есть стать членом этой ассоциации, тогда, да, а сколько это по времени займет неизвестная ассоциация американская, да, не станете ли вы, да и в наших обстоятельствах лучше уж какой-нибудь бесплатный генератор, и учебник тоже он за деньги, либо становишься членом нашей ассоциации, там, не везде, кстати, это бесплатная вещь, иногда и членские взносы просят уплатить, либо покупай учебник за деньги, ну, хорошо, если вы с этим собираетесь работать и публиковаться постоянно в этих изданиях, тогда, да, тогда имеет смысл купить, может быть, даже какие-то курсы пройти, но если это необходимость повысить, повышение публикационной активности для преподавателей, мы этим занимаемся раза два, три в год, и то не факт, что будем связываться в дальнейшем именно с этим форматом, но имеет ли смысл покупать учебник, тогда, может быть, лучше воспользоваться вот одним из генераторов, которые есть, но посмотреть, чтобы именно этот стиль, а потом просто сравнить с образцами, которые приводятся в требованиях на сайте издания, и уже внести последнюю корректировку окончательную, на структуру у нас будет, в принципе, все правильно, но нюансы мы уже потом просто доправим, это же легче, чем составлять заново, ну, вот таким образом можно немножко обойти систему, вот, но еще раз обращайте внимание, что требует это времени достаточно много, за последние полтора часа до закрытия сдачи статьи в издательство мы это сделать просто физически не успеем, времени это на самом деле требует много, поэтому где-то старайтесь рассчитывать время по написанию статьи, чтобы у вас хотя бы пара-тройка дней были, чтобы не спеша и внимательно это все сделать. Вот, ну, вот теперь, коллеги, точно уже у нас все, еще раз большое всем спасибо за сегодняшнюю встречу, за то, что были сегодня с нами, рада буду видеть вас на следующих вебинарах, напоминаю, следующий у нас прям апрель библиографический месяц выдался, так уж случилось, 21 января, ой, января, все, 21 апреля у нас будет следующий вебинар, будем говорить об индексациях УДК, ББК, может быть, про ОРК, я-то скажу, 21 апреля у нас будет аж два вебинара подряд, в 12 и в 2 часа, а в 2 часа после индексации разберем немножко полезности для авторов учебных изданий, что нужно знать, когда мы сдаемся в издательство, сдаем свои рукописи, при подготовке рукописи, вообще, из чего состоит книга и на что обращать внимание, что там еще может потребоваться от авторов, но не по содержательной части, а чисто по оформительской. Ну, вот, вроде бы, теперь и точно все. На этом, коллеги, я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, крепкого здоровья, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч на просторах Директ Академии. Всем счастливо, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok